В лесу можно увидеть много всего. Деревья, кусты, камни, птицы, павшие листья или, если повезет, даже оленя. Но в этом видео собраны куда более страшные находки. Не знаю как вы, но я в лес теперь один не пойду. Да и вы, наверное, тоже, после того, когда смотрите это видео до конца. Номер 10. Бункер. Где-то в лесах Северной Германии обнаружили таинственный бункер. Трубы, торчащие из-под земли, заметили друзья. Изучив это странное место, они нашли медицинские перчатки, затопленные коридоры, странные аппараты и тяжелые металлические двери, которые кто-то сорвал с петель. Что случилось в этом бункере? И для чего его использовали? Может, для каких-то экспериментов, которые вышли из-под контроля и поэтому его и забросили? Власти закопали вход в бункер после того, как появились его фотографии. Это добавило таинственности и положило конец дальнейшим исследованиям этого страшного места. Но всему есть объяснение. Скорее всего, это старый немецкий или советский контрольный бункер времен Второй мировой. Трубы наверху просто для воздуха, а аппараты фильтровали воздух и воду для обитателей бункера. Многие пользователи интернета считают, что двери убрали, когда бункер вывели из эксплуатации. Ну, чтобы люди не застряли внутри. Номер 9. Таинственный человек. В Швейцарии есть другая лесная тайна. Мужчина, одетый в военную форму, плащ и противогаз. Впервые его заметили 10 лет назад. Несмотря на это и на то, что он каждый день ходит одним и тем же путем, о нем ничего не известно. Существует лишь одна его фотография, сделанная совсем недавно. Он никогда не нападал на людей, которые его встречали, но все равно вселяет страх в жителей окрестностей. Они просто хотят понять, кто это и почему он бродит по округе. Он почти 2 метра ростом и, возможно, не человек даже вовсе. Одни считают, что это кто-то с обезображенной кожей, другие, что это отшельник, верящий в конец света. Кажется, страшнее может быть только клоун, бродящий по лесу. Но такое-то никогда не случится, да ведь? А вот и нет. Если верить детям из городка в Южной Калифорнии, их звал в лес какой-то клоун. Но это же просто выдумка, да? На самом деле, никакие клоуны не ходят по округе и не зазывают детей. Правда ведь? Номер 8. Семья Кольт. В каждой семье есть свои проблемы, но все равно люди любят друг друга. В семье Кольтов эти слова воспринялись слишком буквально. Клан, живший в лесах Австралии, состоял из 38 человек, и все они занимались инцестом. У женщин были дети от их братьев или отцов на протяжении 4 поколений. Да, у некоторых детей были проблемы со здоровьем. Многие из них не умели нормально разговаривать и говорили на каком-то своем странном языке. Кольты жили без канализации, были оторваны от мира, и непонятно вообще, как выживали в таких условиях. В конце концов, их нашла полиция. История их обнаружения, кстати, тоже невеселая. Местный ребенок услышал, как девочка в лесу говорила о своей сестре, которая забеременела, но неизвестно от кого из братьев. Не завидую я семейному психологу, которому пришлось лечить этих бедных детей. Ведь они жили в полной изоляции от остального мира и считали, что это абсолютно нормально. Номер 7. Мертвые животные. Когда кто-то находит в лесу мертвое животное, реакция обычно одна из трех. Это круто, это отвратительно, это потрясающе. А что насчет кучи мертвых животных? В которой лежит 250 кошек, собак, крыс, мышей, оленей, лис, енотов и даже одна экзотическая птица. Да, именно такую находку обнаружили в лесу в Вирджинии. Особенно пугающе то, что у многих кошек и собак на лапах остались катетеры. То есть перед смертью они были у ветеринара. Так как же они оказались в лесу? Если кратко, то компания, которая должна была кремировать всех этих животных, просто выбросила тела в лесу. Почему это сделали, неизвестно, но я не вижу никакого нормального оправдания такому поступку. Номер 6. Дышащая земля. Когда говорят, что земля живая, не имеют в виду, что она буквально живет и дышит. Но именно это записал на видео житель Канады. Он опубликовал страшноватое видео в группе в Facebook, но никто не смог объяснить, что именно на нем происходит. Есть теория, что это грибы заставляют землю двигаться. Или что это корни, дерево которое качается из-за ветра. Но наверняка никто не знает. В фольклоре упоминаются живые хищные деревья, но правда часто удивительнее выдумок. А мифы нередко уходят корнями в реальность. Номер 5. Таинственная хижина. Ставя отметки на деревьях в заповеднике, рабочий из Калифорнии наткнулся на нечто неожиданное. Он увидел хижину, построенную из фанеры, покрытой пластиком, листьями и ветками для защиты от непогоды и маскировки. Ее так хорошо замаскировали, что даже стоя в 30 метрах от нее вы бы ничего не заметили. В хижине была небольшая гостиная с библиотекой, а также кухня, в которой хранились консервы и специи. В комнатах поместилась скамейка, кресло-качалка, дровяная печь и пишущая машинка. На антресолях стояла кровать. Здесь явно кто-то жил, хотя не было никаких следов, ведущих к хижине или от нее. Жить на государственной собственности запрещено, поэтому в лес приехали власти и повесили оповещение для хозяина хижины. Ему дали несколько дней на то, чтобы уехать. Но когда чиновники вернулись, их ждал сюрприз. Хижина исчезла. Не просто мебель, а вся хижина. И снова никаких следов переезда. Никто не понимал, как хозяин умудрился переместить целое здание и тяжелую плиту и остаться незамеченным. О хижине напоминал лишь знак, оставленный на земле на месте, где она стояла. Это был международный символ скваттеров. Номер 4. Надгробный камень. В лесах часто находят могилы или целые кладбища. Иногда это заброшенное кладбище, поглощенное природой. Иногда в лесу хоронят человека, которого по какой-либо причине не захотели хоронить у церкви. Но есть один странный случай. Тело, как и полагается, покоилось на кладбище, а надгробный камень для его могилы почему-то оказался в лесу. Его нашел путешественник, называющий себя Речным Волком. Он выяснил печальную историю о женщине, для которой предназначалось это надгробие. Настоящее ее имя было неизвестно, но пока она жила в Санта-Круз в Калифорнии, ее называли Мари Холмс. Она переехала на запад, оставив маленькую дочь. Судя по всему, из-за того, что Мари была больна туберкулезом. В Санта-Круз она работала проституткой в борделе, а когда она не могла больше выносить такую жизнь, покончила с собой. Мари похоронили на кладбище у церкви, и другие проститутки установили ей надгробие. Много лет спустя, как все думали, его уничтожили вандалы. Но, как выяснилось, благодаря Речному Волку, могильный камень оказался в лесу в идеальном состоянии, хоть и далеко от кладбища. Никто до сих пор не знает, кто и зачем его переместил. Номер три. Языки, прибитые к деревьям. К деревьям часто прибивают объявления, но как насчет языков? Именно их нашли в Бруклинском проспект-парке, там, где эвьям вдоль тропинки прибили целых 15 коровьих языков. Если эти огромные свежие языки, прикрепленные к стволам деревьев, недостаточно вас испугали, послушайте, зачем это сделали. Коровьи языки – часть ритуалов разных культов. Прибив их к деревьям, кто-то пытался заставить своих врагов замолчать. У меня только два вопроса. Кто совершил этот ритуал, и кто эти враги, которых пытались заткнуть? Я вот не знаю людей, которые враждуют с коровами. Номер два. Взрывчатка. Большинство вещей, которые можно найти в лесу, в общем-то, безобидны. По крайней мере, они вас не убьют. Но этого нельзя сказать про находку, которую обнаружил строитель в Арканзасе. Во время работы он нашел мину времен гражданской войны. Правда, сначала он подумал, что это пушечное ядро, и бросил мину в кузов своего грузовика. Только вернувшись домой и получше изучив находку, строитель понял, что это. Он тут же вызвал полицию, которая направила к нему саперов и BBC. В итоге эвакуировали весь район, чтобы мину смогли безопасно вынести из дома. К счастью, никто не пострадал. А вот другому человеку, подобравшему любопытную находку в лесу, повезло меньше. Некоторые люди устанавливают в лесах камеры с датчиком движения, чтобы сфотографировать диких животных. Но эти камеры очень дорогие, и их легко украсть. Поэтому один мужчина, чтобы защитить свое имущество, сделал так, что камеры взрывались, когда кто-то пытался их взломать. Другой мужчина наткнулся на такую камеру на тропе, взял ее и отдал своему другу. Но когда тот вставил батарейки, она взорвалась. В итоге друг остался без пальцев. Еще хуже то, что хозяина камеры застрелили полицейские, когда он начал сопротивляться аресту. Так что мы уже никогда не узнаем, остались ли в лесу другие взрывающиеся камеры. Прежде чем я расскажу про самую-самую страшную лесную находку, вот еще несколько примеров достойных упоминания. Во-первых, старая голова куклы без тела. Поблизости не было никаких вещей, которые могли бы указать, откуда она взялась. Во-вторых, заброшенный лагерь со спальными мешками, едой и плюшевым медведем. И в-третьих, жуткая сцена. Изолента и окровавленная одежда в домике у походной тропы. А теперь первый номер. Номер один. Странные статуи. Странных статуй в лесах хватает. Например, однажды на острове в Америке нашли скульптуры в виде женских частей тела. Но так как эти скульптуры уже исчезли, поговорим об этой статуре. Что это за скульптура? И откуда она взялась? Похоже ведь на инопланетян, совершающих какой-то ритуал. Хорошо это или плохо, но правда куда скучнее. Такие статуи можно найти в одном британском лесу. Это часть выставки «Скульптурный парк». В нее входит синяя женщина с зонтиком, одинокая пара колес и скелеты, занимающиеся разными вещами. Если пойти в парк, зная про выставку, можно просто насладиться интересными статуями. Но если наткнуться на них случайно, то можно неслабо перепугаться, особенно если это происходит ночью. Что вам показалось самым жутким? И находили ли вы что-нибудь страшное в лесу? Расскажите мне в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!